Татьяна Алексеева – бабушка троих внучек, которые учатся в 11-й школе. Она очень переживает за их безопасность и старается правильно воспитать, обращая пристальное внимание на их увлечение. О школе отзывается очень положительно и знает, как правильно в неё попасть для встречи с учителем или директором. У меня был такой случай, что нужно было встретиться с педагогом девочек. Приходила меня, значит, встретили здесь на охране, и показала паспорт, вызвали мне нужного педагога, мы с ней побеседовали, и, значит, всё решили все проблемы. И получилось так, что и я встретилась с учителем, и не нарушила я, значит, законы школы. Директор и заместитель по безопасности лично встречают детей при входе в школу и знают каждого в лицо. А ребёнок, в свою очередь, обязан показать дневник и портфель для соблюдения правил школы. Родителям нельзя заходить вместе с детьми без острой необходимости. Не всем нравится, но это нужно для безопасности детей, поэтому своих чад ждут на улице. У нас создана группа по реагированию, можно сказать так. Все инструкции, все документы, полностью весь пакет, всё это собрано, и всё у нас проверяется. Расписаны графики дежурства администрации, которые проверяют до начала занятия и после начала занятия полностью обход всего здания. И заключён договор с охраной. Также и выход у нас на пульт Росгвардии. Детей тоже обучают, как вести себя при экстренных ситуациях. Раз в три месяца в школе проводится День безопасности. Учебные заведения приглашают работников правоохранительных органов, и они рассказывают о том, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. И на практике учат правильно проводить эвакуацию. Вот буквально сегодня мы проводим рабочее совещание в режиме видеоконференц-связи с руководителями муниципальных органов управления образованием и главами муниципальных районов. Этот вопрос, то есть вопрос обеспечения безопасности, он будет рассматриваться. В очередной раз будем напоминать алгоритмы деятельности учреждений. На этой неделе мы проводим расширенное административное совещание с руководителями всех абсолютно образовательных организаций края, тоже в дистанционном формате. То есть у нас будет возможность еще раз напомнить регламенты, которые необходимо соблюдать при угрозе, при риске вот такого вооруженного нападения на школу. Такое понятие, как скулшутинг, стало чаще появляться в новостях. А это значит, что администрации образовательных учреждений должны тщательно готовиться к различным чрезвычайным ситуациям, а родители больше времени уделять детям. Волнующие вопросы будут обсуждаться в ближайшее время на Краевом родительском собрании. Григорий Аниприй, Евгений Нафигов, РТК, Забайкалье.